Ростислав Петрович неофициальный контролер хода работ на Суворова 35. Он председатель совета этого дома. Здесь капитально ремонтируют подпорные стены и лестницу. Говорит, все согласовывается с жильцами близлежащего дома. Я, к сожалению, не могу показать фотографии, что здесь было. Разруха основательная. Поэтому то, что сейчас мы видим уже в первой источнике хотя бы на этой площадке, это небо и земля. Во-первых. Во-вторых, очень ответственный работник, руководитель прораб, производитель работ, бригадиры, каждый день вечерком обязательно со мной созванивается, есть ли вопросы на завтра. А вопросы у жильцов были. Например, что делать со срубленными деревьями, кто будет их восстанавливать. Севастопольцев успокоили. В проекте предусмотрено озеленение. А также ремонт восьми подпорных стен и лестницы. Каков будет их внешний вид, решат вместе с общественностью. Сейчас в проекте прописана облицовка стен серебристым кварцитом, а лестницы – керамогранитной плиткой. Все работы планируют завершить в конце октября. Основная трудность – это, во-первых, большой объем работ. Это неучтенные работы в части отвода родниковой воды. Ну, в принципе, много пожеланий от жителей. Соответственно, все приходится учитывать. Подпорные стены ремонтируют и на Советской 42. И здесь строители столкнулись с некоторыми трудностями. Одна из них – стесненные условия для проезда тяжеловесной техники. Тем не менее, работы ведутся по плану. Через две недели подрядчик уже приступит к отделочным работам. Стены будут выглядеть абсолютно все одинаково. Как решение, как прописано решение. Будут они декоративно штукатурены, окрашены антивандальной краской. Там колор, колор уже администрация города. Или кто подберут колор, мы им дадим чуть посерее, чуть побелее. Как захотят, так и покрасим. Ограждение, соответственно, то же самое. Это мы им даем право выбора. А вот подпорная стена на Советской 61 уже полностью готова. Здесь установили буранонабивные сваи и закрепили внешний контур объекта. А также установили ограждение и заасфальтировали прилегающую территорию. Но внешний облик подпорной стены остался прежним. В планах и ремонт других строений к концу 2019 года приступят к ремонту подпорных стен на улицах Новикова и Циолковского. Светлана Федодеева, Сергей Котляренко, Севастопольское телевидение.